Уважаемые Аксилия, прежде всего хочу приветствовать вас и ваших коллег, сопровождающих лиц, приветствовать на нашей белорусской земле. Я очень рад, что вы прибыли к нам в День славянской культуры и маленький кусочек зимбабвийской культуры привезли нам. Вы наши отношения к вам и к вашей стране, к вашему президенту хорошо знаете. Мы готовы оказать вам всяческую поддержку и услуги во время нахождения вас в Беларуси и не только во время нахождения в Беларуси. Вы знаете, что мы ждем визит президента Зимбабве в Беларусь. Окажем ему всяческое содействие в реализации этой миссии, в реализации тех задумок и тех планов, которые мы с вами определили на будущее. Вы хорошо знакомы с нашей Беларусью. Знаю, что вас сопровождают представители бизнес-кругов Зимбабве. Хорошо, что это женщины. Они более внимательны и посмотрят на все лучшее, что есть в Беларуси и то, что мы готовы реализовывать с вами совместно на территории, в том числе и Зимбабве. Передайте, пожалуйста, Эмерсону, моему давнему другу, самое доброе пожелание и нашу решимость реализовать наши договоренности непосредственно за страны африканского континента. У нас будет отвечать новый министр иностранных дел. Он абсолютно в теме. Думаю, в ближайшее время он сможет побывать у вас и, если будет необходимость, откорректировать наши планы и те задачи, которые будем решать в ближайшее время. Вы взяли на себя очень тяжелую ношу и задачу, которая очень важна для Зимбабве. Это здравоохранение и детское питание. Будьте уверены, что в этом плане мы всегда будем рядом с вами и сделаем все необходимое, чтобы улучшить ситуацию в Зимбабве с медицинским обслуживанием населения и питанием для детишек. Словом, госпожа Мунангагва, у нас очень большие планы, обширные планы. Мы очень хотим работать в вашей стране и сделать что-то полезное для народа Зимбабве. Вы можете рассчитывать на нас. Уважаемый господин президент, огромное вам спасибо за приглашение посетить эту страну еще раз. Огромное спасибо, что правительство пригласило не только меня, но и мою делегацию. Мы действительно очень рады находиться здесь и мы ценим то гостеприимство, которое оказывают нам на этой земле. Как вы знаете, мы здесь вместе с делегацией женщин и мы готовы провести встречи с Союзом Женщин Республики Беларусь. Мы рады, что эти встречи уже начались и мы готовы к дальнейшему сотрудничеству. Я еще раз хочу поблагодарить вас, господин президент, за ту поддержку, которую вы оказываете нашему правительству и вашему брату, президенту Мунангагве. Большое вам спасибо. Как вам хорошо известно, наша страна также находится под санкциями. Именно поэтому мы особо высоко ценим ту поддержку, которую вы нам оказываете. Ваше превосходительство, мы получили мобильный госпиталь и это огромное имеет значение для нас, особенно в ситуации, когда мы находимся под санкциями. С ним работает фонд, главой которого, как вы знаете, я являюсь, и эта работа очень важна. И народ Зимбавве безмерно вам благодарен за эту поддержку, потому что после получения этого оборудования мы уже заметили изменения в здоровье нашего населения и особенно женщин.